МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Сталкер, программа для тех, кто не разучился думать и не боится действовать. И я ее ведущий Дмитрий Новиков. В ближайшие 40 минут наши журналисты предоставят вам информацию для размышлений и выводов. Итак, сегодня в выпуске. Пать преткновения, достроят ли бюджетное жилье в новом микрорайоне. Расследование программы. ЧС домового масштаба из-за халатности подрядчика во время капремонта здания затопило квартиру инвалида, кто восстановит испорченное имущество. Из вице-губернаторов председатели законодательного собрания. Приморские парламентарии определились со своими руководителями. Анализ последствий кадровых решений. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Сталкер». Снеговая пать. На протяжении шести лет это словосочетание ассоциируется с масштабным строительством. Сначала там возводили объекты для военнослужащих, потом принялись строить дома в рамках программы «Жилье для российской семьи». Увы, но реализация и первого, и второго проекта не обошлась без стерней. До сих пор поступает много нареканий на качество зданий, которые возводили по заказу Министерства обороны. Текущие крыши и лоджии, промерзающие стены и бьющая током электропроводка – это лишь небольшой перечень проблем, с которыми столкнулись жильцы. Но все же их неурядицы – ничто по сравнению с тем, что переживают участники второй программы. Их несколько тысяч человек, и каждого из них интересует ответ на вопрос, а получат ли они вообще обещанные и уже частично оплаченные квартиры. Октябрь 2015 года. Несколько дольщиков программы «Жилье для российской семьи» дают интервью нашей программе. В разговоре – большие надежды и серьезные упреки. Кто-то уже состоявшийся дольщик, но большинству пройти жесткое сито жеребьевки не удалось. Перегруженные телефонные линии тогда устроил застройщик нового микрорайона. Ведь, чтобы стать дольщиком, нужно было собрать документы, подтвердить в банке свою платежеспособность, проще говоря, влезть в кредиты, и в определенный день всего лишь позвонить. Из четырех тысяч желающих в первую жеребьевку дозвонились только 380 человек. Все они позже штурмовали офис застройщика. Ответы не получили. Двери компания так и не открыла. Было выделено два телефона. Я так понимаю, они были многоканальные. Естественно, при массовом попытке дозвона и недостаточной емкости данных линий произошла следующая ситуация. Большинство получило сообщение в виде «К сожалению, линия перегружена. Позвоните позже». Я звонил с двух телефонов с 8 утра до 10 вечера. И, к сожалению, мне не повезло. На что мне и подтвердили через два дня, когда я дозвонился. Просто вам не повезло. Вы неудачники. Ажиотаж вокруг нового микрорайона, возникший больше года назад, создал федеральный центр. Государственную программу по строительству жилья по льготным ценам подхватили почти все регионы. И Приморье не исключение. Ведь построить свое жилье можно за стоимость в разы меньше рыночной. 35 тысяч рублей за один квадратный метр. На сегодняшний день в Владивостоке цена за квадратный метр в новострое, не говоря про вторичное, где-то 70 тысяч рублей в среднем. И для многих это очень большие деньги. Когда квартира стоит 5, 6, 7 миллионов. Но это нереально заработать. У людей нет других вариантов, как только эта программа. В Приморье дома в рамках программы строятся минимум в трех городах края – Уссурийске, Находке и Владивостоке. В столице региона комплекс домов решили возводить в снеговой паде. Застройщик – единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края, он же Примор-Крайстрой. В октябре 2015-го директором компании был Сергей Запорожец. Основные проблемы, с которыми обращаются к нам в редакцию, касаются того, что люди, которые хотят участвовать в этой программе, они просто не могут дозвониться к вам, они не могут стать участниками этой программы, потому что телефоны заблокированы, или на телефоны никто не отвечает, они вынуждены приходить к вам в офис. И там он тоже ничего внятного не говорит. Собственно говоря, люди, они из-за этого начинают считать, что в программу обычным обывателям не попасть. Что программа исключительно, вы меня простите за непарламентский сленг, исключительно для блатных. Знаете, вот понятно, что в программе больше 4000 человек. У меня, согласно всех параметров программы, сейчас больше 1000 квартир, около 1300 квартир в зависимости от их площадей. У меня площади в квартире. Мы столкнулись действительно с трудностями, когда на два телефона, существующих в отделе продаж, звонили сотни людей. И это понятно, что технически невозможно было. Мы учли эту историю, и, собственно говоря, на следующую запись программы мы сделали многоканальные телефоны, где будет электронная очередь, чтобы у людей была возможность ждать на телефоне. И не человек определял, когда кому-то нажать кнопку, а определяла машина, кто когда дозвонится. Ошибки первой жеребьевки застройщик действительно учел. Горячая линия, многоканальный телефон, контроль департамента градостроительства. Количество дольщиков росло, серьезных претензий не было, дома строили по графику. Скандал грянул, когда не ждали. В конце апреля этого года сотрудники ФСБ поймали на взятки директора компании-застройщика. Возглавлял к тому моменту Примор Крайстрой уже не Сергей Запорожец, а Игорь Сологуб. Именно Сологуб, по версии следствия, просил 9 миллионов рублей за содействие генподрядчику строительства микрорайона в Снеговой Паде. Поймали директора при получении первой части взятки в 2 миллиона. После череды скандалов стройка микрорайона замерла. А какие мысли могут быть? Страшно? Ты же вкладываешь свои какие-то финансы, берешь ипотеку, вкладываешь материнский капитал. И когда все останавливается, становится просто страшно. Что дальше? Куда идти, куда бежать, что делать, какие действия предпринимать. Юлия Жильцова, дольщик дома номер 26 в Снеговой Паде. Жеребьевку прошла в декабре прошлого года, вложила в квартиру больше 2 миллионов рублей. Когда строительство встало, объединилась с дольщиками и вошла в инициативную группу. Начала с переписки за стройщиком, не получив нужные ответы, пошла на личную встречу, без предупреждения. После истории с Сологубом, примор-крайстрой возглавил Александр Мухин. Новый управленец дольщикам понравился. Нас приняли, мы остались довольны, нам ответили на все вопросы, они подготовились, мы им заранее давали вопросы. Самые главные вопросы, какие вас интересовали, собственно, основные? Почему остановилась стройка? Ведь уже все прекрасно понимают, что, что бы ни происходило между ними, между застройщиками, подрядчиками, по сути, дольщиков волнует один вопрос, чтобы шла стройка, чтобы вовремя заключались договора, так как мы платим больше года уже ипотеку, и для нас это очень важно. Мы видим, что стройка идет, и мы спокойны. После смены руководства примор-крайстроя возведение домов в Снеговой Паде возобновилось. В минувший вторник стройку проверял вице-губернатор Эдуард Портнов. Простой в строительстве теперь нагоняют работы в две смены. Сколько? Две смены работы, да? Ну, у нас продленка, мы работаем до 12 часов ориентироваться. 11-12 часов, конечно. Ну, третья смена, как правило, неэффективность. Показывает свою жизнь. Две смены, да. Нужно же еще и качество. Третья смена лучше не делай. Самое главное – это качество. Сейчас на объекте строят одновременно семь домов из 12. Степень готовности от котлована до 18-го этажа. Монолиты и панельные многоэтажки 83-й серии. Визуально к качеству у вице-губернатора претензий нет. Нет ничего, скажем, серьезного в этом отставании, потому что тот срок конечный, который стоит по вводу жилья, он у нас будет, ну, 100% мы введемся. Несмотря на простое в строительстве, первые семь домов должны быть построены и сданы в срок. На остальные многоэтажки комплекса «Примор-Крайстрой» ищет подрядчиков. Но и эти дома нужно успеть сдать вовремя. До конца 2017 года, как этого требует федеральная программа. Неизменной остается и цена за квадратный метр. Цена за квадратный метр устанавливается не нами. Она устанавливается программой ЖРС. Поэтому, соответственно, на сегодняшний момент 35 рублей за квадратный метр. И те дольщики, которые прошли жеребьевку, они по этой цене все заключат договора. Тем временем, в Уссурийский микрорайон «Радужный» он построен как раз в рамках программы «Жилье для российской семьи» уже сдан в эксплуатацию. 8 домов, больше 200 семей. Еще одна географическая точка – поселок Трудовое. Здесь строительство только начинается. А в перспективе – освоение района «Зеленый угол» во Владивостоке. Последние полгода моральное состояние нескольких тысяч жителей Владивостока прямо зависит от ситуации на стройплощадках в снеговой паде. В предыдущие месяцы настроение у большинства из них было хуже некуда. Стройка не велась. В последние недели с возобновлением работ нервное напряжение спало. Я надеюсь, что так и продолжится. Но мы все равно будем следить за развитием ситуации. Проблемы со строителями есть и у жильцов дома на улице Борисенко, 30. Дом попал в программу капитального ремонта. Летом работы начались, и жизнь жителей превратилась в настоящий ад. Вот тут много под столом сверху падает. Сегодня нету, сегодня не работали. Когда первый раз приглашал? Я вот клавиатуру убираю, чтобы не засыпало. Компьютер со специальной программой для слепых, единственный способ получать образование и общаться с внешним миром, едва не уничтожил во время последнего сильного дождя. Бытовую технику удалось уберечь, но вот спрятать от потопа диван оказалось невозможным. Вы уже пережили здесь дожди? Ой, да упаси Господь. Очень сложно было. Дождь это впечатляет. Потому что вот бывает, что я один дома. И когда вот, допустим, идет дождь сильный. Вот был 20 августа, ливень, тайфун был. Брат отсутствовал. Мне было тяжело, когда вот идут дожди, я не вижу, искать откуда течет. Я слышу, что оно течет. А откуда на диван капает, оно не слышно. А когда на пол и ты бегаешь с этим тазом ставишь, чтобы капли попадали. Квартира инвалида по зрению Дмитрия Пресекина расположена на последнем этаже трехэтажного жилого дома. По словам мужчины, в середине лета рабочие начали демонтировать старую кровлю и повредили потолок. Пострадали и соседи. За стенкой вода лилась прямо с люстры в детской комнате. Ну, у меня на следующий день утром на кухне лужа, ну, такая где-то, лужа небольшая накапала с лампочкой. Вот, а вечером Вадик пригласил в гости. К нему зашел поговорить. Ну, тут, конечно, совсем другое было. У него намного круче. Тут и вот эта трещинка, она была еще маленькая. Куча известки, песочка, порошочек всякое разное и вода текла. Ну, а вот в тот день, когда, ну, за день до этого, лоток у нас получается либо над нашей квартирой, либо где-то между нашими квартирами стоял. Вот, если бы вы днем приехали, посмотрели, у нас сейчас разобрано именно над нашими двумя квартирами. Там у нас, я не знаю, выходный чердак на крышу именно. Вот они через него лоток этот заводили. И когда бросают на него мешки, там, я не знаю, мусор или что они, он металлический бьет прямо по потолку. Над квартирами инвалиды и старшего по дому строители разобрали всю крышу. Потолок этих квартир стал стройплощадкой. Здесь грузят стройматериалы и мусор, складируют инструмент и тяжелые лотки с кирпичом. Последствия такой халатности рабочих зафиксировали в акте с управляющей компанией и в заключении независимой экспертизы. Следы намокания, отслоения, растрескивания и ламиниром наблюдается сдутие. Ламинат сдулся. Это заключение экспертизы? Это акт с управляющей. Тут у меня есть экспертиза. Вот экспертиза, что приходили тут, делали, оценку делали. По словам инвалида, свою ответственность коммерческая компания не признает. Директор фирмы на диалог не идет. А что же сказали на это ваши строители? Ну, я к ним позвонил, говорю, меня заливает. А он мне отвечает, ну, а я что сделаю, ладошки поставлю. Я говорю, а ты накрыт приехать не пробовал? Хотя бы чем-то. Он говорит, я приеду накрою через 15 минут. Ну, там так и не было накрыто. Потом был другой дождь и так же все повторялось. Подрядчик строительства компания «Вавилон-1» работает по контракту с фондом капитального ремонта Приморского края. В договоре 7 адресов четкие технические условия и сроки работ. Перед началом ремонта жители уведомили, что закончат работы уже к октябрю. Однако визуально успели сделать только половину. Кровля текла у него раньше. До этого текла. Брали утеплитель, что-то там было порядка 20 сантиметров. То есть раньше капала за крыша, впитывалась утеплитель. А там, ну, утеплитель шлаг был. Мы его демонтировали. Пришел тайфун, но кровля протекла. Мы зашли к жюрицу, объяснили ему ситуацию, что мы к нему зайдем, устраним. Я не знаю, что-то новое. Что-то от нас сверхъестественное хочется, что мы ремонт ему заново сделали. Но вы говорите о том, что мебель у него постудала. Я первый раз об этом слышал. Не слышал ни разу, не видел. Хотя был у него несколько раз. Фотографировал, что у него вообще есть протечка. Представители подрядчика были в поврежденных квартирах. Осматривали. Бесплатно зашпаклевать. Это все, что предложили жильцам предприниматели. Напрямую к заказчику ремонтных работ, к фонду капитального ремонта, инвалид обращаться не стал. Сразу начал собирать документы за возмещением убытка в суд. Однако редакция программы «Сталкер» поставила в известность государственную структуру. Официальные запросы на имя заказчика в фонд капитального ремонта отправлены. В фонде заявление приняли и пообещали в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и принять меры. О результатах в ближайших выпусках нашей программы. Судебный процесс нужно затянуть. Адвокаты снизят до минимума сумму ущерба. И в конце концов заявитель устанет от тяжбы. И дело можно будет спустить на тормозах. Так не только думают, но и действуют представители многих строительных компаний. В этом случае такая логика не сработает. Строительная фирма нарушила права инвалида. Если ущерб не будет устранен в полном объеме в течение месяца, то я как депутат выйду с запросом в фонд капитального ремонта Приморского края о внесении данной компании в пресловутый черный список. Раз общество с ограниченной ответственностью, Вавилон один не умеет, не может или не хочет нормально ремонтировать дома, значит эта фирма не должна быть допущена к подобным заказам. Основное политическое событие недели – первая сессия законодательного собрания края. Недавно избранные депутаты определились со своими руководителями. Революции не произошло. Победил консерватизм. Из шести председателей комитетов прежнего созыва пятеро сохранили свои должности. Но кое-какие радикальные перемены все же произошли. Новые люди пришли на должности председателя и зама законодательного органа власти края. По итогам выборов 18 сентября «Единая Россия» получила поддержку 39% избирателей и смогла занять 23 депутатских кресла. Партия власти сформировала фракцию, к которой примкнули двое депутатов-самовыдвиженцев, получив таким образом квалифицированное большинство – 25 депутатских мест из 40. Вторая по численности фракция – парламента КПРФ. В ходе прошедших выборов коммунисты немного сдали позиции. В прошлом созыве левая оппозиция имела 9 депутатских мест. В нынешнем – на одно место меньше. ЛДПР стала третьей по численности фракции. Неплохой результат на выборах – 21% голосов – обеспечил присутствие пяти депутатов ЛДПР в законодательном собрании шестого созыва. Самыми малочисленными фракциями стали «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за справедливость» – по одному депутату каждая. В таком составе шестой созыв Законодательного собрания Приморского края начал свою работу 5 октября. Рад приветствовать вас на первом заседании Законодательного собрания шестого созыва. В первую очередь хочу всех вас поздравить с победой на выборы в Приморский парламент. Это кампания, которая состоялась открытой, честной, легитимной. Хочу подчеркнуть, что вы представляете интересы всех приморцев, независимо от политических представлений, политических партий, которые вы представляете. И в этой связи люди выбрали вас, поверили в то, что вы сможете изменить жизнь к лучшему. Поэтому скажу фразу достаточно, может быть, простую, но важную. Нужно оправдать это доверие. Доверие не оправдать, может, только реальными делами. Я хочу сказать, что впереди у нас у всех 5 лет непростой работы. Хочу подчеркнуть, что у нас было очень хорошее плодотворное взаимодействие с Законодательным собранием пятого созыва. Уверен, что такое же взаимодействие служится и шестым созывом. Открывал заседание старейший депутат. Однако руководитель театра имени Горького Ефим Звенятский в кресле председателя пробыл не более получаса. Первый вопрос повестки – избрание руководителя парламента. По закону выдвигать кандидатуру имеет право каждая фракция. Все выдвинутые фамилии вносятся в бюллетень. Голосование проводится тайное. КПРФ предложила на пост руководителя Владимира Беспалова. ЛДПР, Справедливая Россия и партия пенсионеров за справедливость отказались от этого права и поддержали кандидатуру, предложенную Единой Россией. Это известная личность в крае. Здесь многое знают, что Александр Иванович работал на оперативных и руководящих должностях в органах государственной безопасности, налоговой полиции, наркоконтроле, в управлении Министерства юстиции России по Приморскому краю. С 2012 года и до времени избрания его депутатом законодательного собрания в сентябре этого года работал на должности вице-губернатора Приморского края. Обсуждения и вопросы к кандидатам длились недолго. Все фракции, кроме КПРФ, заявили о поддержке Александру Ролику. Учитывая квалифицированное большинство и поддержку двух других фракций, победа кандидата Единой России была предопределена. Против всех голосовал один депутат. Семеро отдали голоса Беспалову. Александр Ролик победил, получив 31 голос и стал председателем законодательного собрания Приморского края 6-го созыва. Хотел бы вас всех поблагодарить за поддержку моей кандидатуры. Я еще раз хочу вас заверить, что буду делать все от меня зависящее, чтобы оправдать и доверие своих избирателей, и жителей Приморского края, и ваше доверие. Надеюсь на вашу поддержку. Уверен, что мы вместе будем конструктивно решать все задачи, еще раз подчеркиваю, вне зависимости от партийной принадлежности. Первое заседание определило и председателей комитетов. В отличие от Государственной Думы, где комитеты были распределены среди партий пропорционально полученным мандатам, депутаты законодательного собрания предпочли преемственность. Губернатор должен понимать, в какой команде он работает, и по большому счету понимать, чем живет законодательное собрание. И по большому счету мы с вами понимаем, что эффективность работы губернатора и исполнительной ветви власти, она, конечно, зависит от эффективности работы законодательного собрания, законодательной ветви власти в регионе. Отсюда и кандидатура Александра Ивановича Ролика, она меня совершенно не удивила, потому что законотворческий процесс, это процесс во многом юридический, а Александр Иванович, как вам известно, он заслуженный юрист России, кандидат юридических наук, человек опытный, наверное, лучше, чем он. Вот это вот правотворчество в глобальном смысле, наверное, не знает никто, кто сегодня избран в законодательное собрание. Председателем Комитета по бюджетной налоговой политике и финансовым ресурсам вновь переизбран Галуз Нахаян. Сохранил свой пост и Джамбулат Текеев, как и в прежнем созыве, он возглавил Комитет по региональной политике и законности. По-прежнему на своем месте Игорь Чемирис, Комитет по социальной политике и защите прав граждан, он возглавлял в законодательном собрании пятого созыва. Преемственность стала критерием голосования за пост председателя Комитета по продовольственной политике и природопользованию. Член ЛДПР Евгений Зотов переизбран на свою должность. Александр Костенко возглавил одно из ключевых направлений Комитет по экономической политике и собственности. Председателем Комитета по регламенту избран Дмитрий Новиков. У нас никакой революции в законодательном собрании не произошло. Да, изначально была идея обновить, обновить серьезно, но по большому счету люди, как и в прошлом САЗы, они выбрали лидеров общественного мнения, если мы говорим об одномандатниках. Ну а по спискам, в общем, тоже прошли знакомые люди. Поэтому и расклад по комитетам, он тоже, в общем, не сильно изменился. Очень радует, что экономической политикой будут заниматься такие профессионалы, как Костенко Александр Иванович. Его в Приморском крае все знают очень хорошо. И, конечно, эксперт, он высокого уровня в экономике, разбирается замечательно. Поэтому я думаю, что это вот очень хорошо. Текиев также возглавляет комитет, который возглавлял Зотов. Поэтому никаких вот таких серьезных изменений, существенных, их не последовало. И я не могу сказать, что это плохо. Лидер Приморского отделения партии «Единая Россия» Людмила Толобаева, кресло депутата законодательного собрания, занимало всего одно заседание. Уже к следующей сессии парламента она должна передать свой мандат дальше по партийному списку. Секретарь Приморского отделения «Единая Россия» избрана коллегами на должность сенатора от Приморья в Совете Федерации. Кадровая интрига в законодательном собрании уже разрешена, но она сохраняется в администрации края. 18 сентября два вице-губернатора стали депутатами. Александра Ролика уже избрали председателем Приморского парламента. Александр Лось вошел в состав Комитета по законности. Их прежние места официально пока вакантны, но слухи о возможных преемниках уже появились. Пока более-менее понятна судьба лишь одного из них. Скорее всего, следующим вице-губернатором, куратором внутренней политики, станет Игорь Степаненко. Он до недавних пор возглавлял УФСКН по Приморскому краю. Степаненко не без оснований считают креатурой Александра Ролика и тот и другой выходцы из госнаркоконтроля. Уверен, давние связи между ними в прошлом будут оказывать влияние и на будущее отношение между исполнительной и законодательной ветвями власти в Приморье. О кадровых ротациях мы поговорим и во втором блоке программы «Сталкер». Избрание членом Совета Федерации от Приморского края Людмилы Толобаевой освободило сразу две вакансии – в Думе Владивостока и в Законодательном собрании края. Кто займет их? Ответ через несколько минут после рекламы. Оставайтесь на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok